Всем привет, с вами Ацелот, сегодня мы продолжаем изучать мод Nuclear Tech. В этой части, так же как и в последних двух частях, будем изучать ядерные реакторы. И сегодня рассмотрим реактор ВАЦ. ВАЦ является довольно простым многоблочным реактором, который не требует от вас придумывать хитроумные конструкции. Его достаточно просто собрать по шаблону и включить. ВАЦ, как и ВВР, является двухконтурным, где сам реактор греет теплоноситель, а теплоноситель в свою очередь уже греет воду. Для постройки реактора потребуется ядро, камеры реакции, суперохладители, стабилизаторы, стержни из высокоскоростной стали и заклепочник. Ставим ядро. Оно покажет проекцию расстановки остальных элементов. После того, как вы поставите стабилизаторы, вам нужно взять заклепочник и, имея в инвентаре стержни из высокоскоростной стали, проходитесь по всем стенам, нажимая правой кнопкой мыши. Реактор собран. Если вы вдруг захотите его перенести, то при поломке с него все выпадет обратно, включая стержни. Останется лишь собрать его и пройтись за клепочником. У реактора имеются по 4 порта на верхней и нижней стороне. Снизу будут выводиться отходы, горячий хладагент и отработанное топливо, а сверху принимаются только хладагент и топливо. Внутри у реактора имеются 24 слота для топлива, индикатор температуры, индикатор нейтронного потока, емкость для теплоносителя, горячего и холодного, емкость для отходов, кнопка блокировки ввода-вывода и лампочка индикации работы реактора. В качестве теплоносителя ВАЗ принимает только хладагент, а в качестве топлива используются ВАЗ-пилеты. Я собрал уже знакомую схему с теплообменником, бойлером и турбиной, но кроме подвода-хладагента, нужно еще организовать отвод токсичных отходов, который будет производиться в большом количестве во время работы. Ведь если буфер отходов переполнится, то реактор разорвется. Вы можете ему не заливать хладагент и греть сколько угодно, ему все равно, но отходы должны убираться. Куда девать отходы вы уже решаете сами, можете их хранить в охеревших цистернах, или как я, превращать их в кирпичи, в коксовые установки, и затем отправлять на хранение. Вообще, эти отходы вещь довольно полезны, ведь соединив их с намагничным вольфрамом, вы получите сталь альянса, а это уже элемент высоких технологий. Чтобы включить реактор, нужно установить наверх нагнетающую помпу и подать сигнал красного камня. Вернемся к топливу. Для реактора имеется 7 видов топливных пилет и 3 вида поглощающих. Как и с прошлыми реакторами, топливо делится на категории, и в данном случае имеем 4 пилеты опасной категории линейной функции, и 3 пилеты среднеопасной категории квадратичной функции. В описании пилет имеется процент обеднения, выделяемая температура за одно деление, функция реакции и тепловой множитель. Еще у самовоспламеняющихся пилет имеется базовая скорость деления. Я честно пытался понять, как работают функции, но ничего не понял, а просто накидал всего до побольшего реактора, чтобы была температура выше. В принципе, с этим реактором следить за потоком и температурой не нужно, главное, чтобы отходы уходили. Вы можете делать разные комбинации топлива, чтобы достичь наиболее высокой температуры, но для этого также существуют поглощающие пилеты. Они, как понятные в названии, будут поглощать нейтронный поток, тем самым генерируя огромное количество тепла и отходов. Но учтите, что чем выше нейтронный поток, тем быстрее будут распадаться данные пилеты. Самого лучшего результата мне удалось достичь, закинув реактор пилеты из чистого шрабития и поглотителей сбора в равном соотношении. Реактор вырабатывает довольно много энергии, но недолго, поглощающие пилеты распадаются чрезвычайно быстро, к тому же отходов вырабатывается намного больше. Какие пилеты использовать, вы решите сами, а на этом не расходимся. Давайте повысим эффективность реактора, просто поставив наверх еще один реактор. И еще один. И еще. Я даже не знаю, есть ли какой-нибудь лимит на это. Установленные таким образом реакторы будут вырабатывать тепло независимо друг от друга, но все их жидкостные буферы объединяются. К тому же топливные пилеты из верхнего реактора будут падать вниз, заполняя ниже стоящие реакторы. Конфигурацию слотов можно заблокировать кнопкой, в этом случае реактор не будет принимать или отдавать пилеты через внешние порты, но будет перемещать их внутри реакторов. Теперь самое интересное. Переполнение буфера отходов. Как я и говорил, если отходам деваться некуда, то происходит взрыв. Самую большую опасность представляет разлет токсичных отходов, которые разлетаются далеко и могут даже проходить сквозь стены. Разлитые отходы уничтожают непрочные блоки, такие как земля, дерево, губки, стекло и так далее. Будьте осторожны во время уборки, ведь вступив в них, выброса будет сложно. Еще носите защитный костюм, без него вы умрете довольно быстро. Также при взрыве происходит небольшой выброс радиации, но самой радиации в чанках не будет, так что можно приступать к ликвидации последствий немедленно. В случае, если реакторов было несколько, то взрывается самый верхний, а нижние остаются нетронутыми. Что касается переработки пилет. Отработанные пилеты даже охлаждать не нужно, просто закидывайте их в центрифугу. Причем со многих пилет можно получить очень хорошие материалы. А на этом все, переходим к ответам на вопросы. А можно ли в РБМК поставить более мощное топливо, чем необогащенный уран? И будет ролик по индустриал крафт. И вопрос на засыпку. 1.12.2 подходит ли выживание с этим модом, если будут стоять сборки еще в несколько плагинах на ядерную и не только промышленную? У РБМК есть много видов разного топлива, как и урановое, плутониевое и даже жар топлива. Насчет недострел крафта, я по нему вообще ничего не планирую. Про нуклеар тех на 1.12.2 я ничего сказать не могу, поскольку с ним вообще не выживал, только на 1.7.10. Сними про ICF. Да, про ICF ролик будет, это будет уже в пятой части, где я буду рассказывать про термоядерные реакторы. Планируешь ли ты снимать ролик про полезные предметы, аптечки, еду, газировку из мода HBM? После того, как я закончу с машинами, реакторами, броней и может постройками, то сделаю отдельную часть, где буду рассказывать про всякие такие предметы. Вопрос довольно большой, но если вкратце, что в моде есть большое количество добычи энергии, но непонятно, куда ее девать. Поначалу у меня тоже была такая проблема, что энергии было много, девать ее было некуда. Но потом я уже построил ускоритель частиц, и там уже появился очень большой дефицит энергии, особенно когда надо было крафтить динейтрони в промышленных масштабах. К тому же, если строить очень большие заводы, где будут стоять большие машины, которые потребляют очень много, а у них еще будут стоять улучшение ускорения, которые накидывают сразу 900% к потреблению энергии, а еще и улучшение перегруза, то энергии будет вообще не хватать. А будут гайды по Create и его дополнениям. Раньше я планировал сделать по Create и какие-то гайды, но потом от этой идеи отказался, поскольку на ютубе и так очень много гайдов от разных обзорщиков, где все уже про все рассказали. Можешь скинуть карту с ВВР, пожалуйста. И можешь скидывать каждую карту. То есть, ты сделал обзор с РБМК, то, пожалуйста, скинь эту карту. Также новации и другие, пожалуйста. Если про карту, где был ВВР, то эта карта была скинирована программой Maze, довольно старой программой, которая делает города. А если про другие карты, то это моя обычная карта, где я делаю обзоры. Сначала я там делаю тесты, потом с чистой карты делаю обзор. Тех карт у меня, к сожалению, не осталось. Про реактор ВАЦ, где я делал выживание, то карту выживания я скидывать пока не буду. Как меня просили, я сделаю обзор на свое выживание уже после серии всех гайдов на нуклеер тех. Потом ее уже выложу. А где я делал креатив ВАЦ, то там я просто поставил реактор, думаю, пока ничего не интересного. Если в других частях я там понастрою что-нибудь интересное, какие-то схемы, то обязательно скидываю. Видел новую систему радиации в новых версиях? Да, я видел в чинжлоках, что добавили новую систему трехмерной радиации. Но пока я ее не включал, поскольку она баганная. И вижу, что ее до сих пор исправляют. И пока я включать не планирую. Привет, у меня вопрос. Планируешь ли ты сделать сервер для подписчиков? Если нет, скажи причину. Делать сервер для подписчиков я не планирую, поскольку это очень много снима руки. Это долго и затратно. Первое. Можно ли добавлять и редактировать крафты с помощью майн-твикера или мод-твикера? У нуклеер тех нет поддержки майн-твикера или мод-твикера. И я даже нашел вопрос, который задавали автору мода, где спрашивали, будет ли он добавлять такую поддержку. Он сказал, что понятия не имеет, как работает их API. И поэтому он лучше сделает свою систему, где можно будет создавать рецепты для машины. Насколько я знаю, эта система уже работает. Для чего нужен загадочный камень? Точно ли он так называется? То, что я даже пока понятия не имею, о каком загадочном камне идет речь. Как легче всего найти редкие блоки по типу розового дерева, александритовая руда и определенные бедроковые руды? Александритовую руду и розовое дерево можно найти с помощью нейтренных линз, которые их просто подсвечивают. А вот про бедроковые руды уже интереснее. Ведь все, что было ранее, уже не актуально. А с новыми бедроковой рудой, то там добавили специальный сканер плотности руды, к которому можно ходить по поверхности и узнавать, что содержит данная бедроковая руда. Будет ли гайд на термоядерный реактор? Про термоядерный реактор обязательно будет. Это будет уже пятая часть. В следующей части я расскажу немного дополнений про РБМК, про различные команды его. А вот пятая часть уже, скорее всего, будет поделена на несколько подчастей. Я расскажу про сам термоядерный реактор и про новый термоядерный реактор. И последний вопрос. Ваша оценка мода от 0 до 10. Хоть я не дошел до конца этого мода, у меня еще нет эндгеймовых предметов, то, думаю, я поставлю оценку 10. Поскольку это всего лишь один мод, а в нем такая куча контента, что у меня не было в таких сборах, где я ставил под сотню различных модов. Будут ли видосы про 1.12.2? Как я говорил ранее, то про 1.12.2 я сделаю общие видосы, где я буду рассказывать отличие этих ERC от версии 1.7.10, но это уже будет после завершения гайда на 1.7.10. Будет ли гайд на получение пластика? Да, как я говорил ранее, пишите в комментариях те предметы, которые вам сложно получить. Я это все записываю, потом сделаю в один большой гайд, где я буду рассказывать про их получение. Тот же пластик или ионизированные частицы, тот же иеронит. Ну что же, Bobcat обновил систему Bad Rock Root. У тебя, похоже, много работы. Удачи! В эту новую систему я не углублялся, видел, что ее фиксят. И думаю, сделаю видос, выложу первую часть на YouTube, где я буду изучать новые Bad Rock Root. А в будущем, похоже, контент, где я что-нибудь изучаю из мода, будет выходить на бут. Когда расскажешь про Open Computers в HBM? Я только все это дело начал изучать, и, как говорил ранее, сделаю про это видос уже к концу серии гайдов. Скажите, пожалуйста, уважаемый, а какое железо в вашем ПК? В ПК у меня стоит вот такое вот железо, и в данный момент мне осталось заменить в нем видеокарту. Вопросы закончились, и я еще решил немного побегать, показать вам, как у меня сделаны ватс-реакторы. Основную часть уже смонтировал, и так решил туда записать. У меня стоит 18 ватс-реакторов, в них я загрузил по полной среднеобогащенной плутони и по 4 пеллета из чистого шрабиди. Я решил отказаться от поглощающих пеллет, потому что они производят очень большое количество ядерных отходов, очень токсичных отходов. А вот так, просто 18 реакторов, без поглощающих пеллет, вырабатываю всего лишь почти 6 вёдер в секунду, что очень мало. Там лишь одна пеллета из бора в одном реакторе вырабатывала уже 100 с чем-то вёдер, что мне не по карману, они просто копятся, не успевают перерабатываться. Сейчас все нормально, такая вот температура, и пойдем глянем, сколько они вырабатывают энергии. Я решил все их зацепить на обычные паровые турбины промышленные, не Левиафан, чтобы была полная мощность, пока я их надел с большим запасом, этих турбин. Так, вот сколько у меня тут их стоит. 12 турбин у меня стоит. И вырабатывает 37, почти 38 миллионов HE в секунду. Да, все нормально. Кроме всего этого, что у меня еще тут, ВВРы стоят. Один ВВР пивной. 11 миллионов магмовые генераторы. Эта энергия потихоньку копится. Копится она на производство динейтронии, на ускорителе частиц, чтобы я уже сделал более мощное энергохранилище. Примерно столько же вырабатывает, сколько я помню, один термоядерный реактор на геле И-4 из лунного грунта. А что-то пытаются. Видимо, другие реакторы, им не хватает топлива, недавно обновили электролизеры, и они из воды что-то поменяли им баланс. Они больше водорода и кислорода вырабатывают. Видимо, баланс нарушен, и что-то скопилось. Так, а РБМК? А РБМК у меня остановлен, надо будет его сделать. Нам пойти глянуть, что там с термоядерными реакторами, про которые будет уже в пятую часть рассказываться. Что ж так в этой части лагает? Карта уже совсем перегружена. И вообще не тянет так. Тут остановлено. Нет, гелий-4 сейчас не работает. А вот дейтерий, гелий-3 и водородно-дейтериевая плазма. 42 тысяч миль бакетов. Конечно, скоро все эти реакторы переедут в другое место. И будут больше реакторов сидеть на шарп-плазме. Какая-то для нее очень мало антиматерии. Да, все забито. Гелий-4. Ионизированные частицы. Да, закончились. Это надо разгонять тот реактор. Лучше второй ставить. А под новые реакторы помещение еще готовится. Да, скоро оно будет готово. А на этом закончим. В следующей части будет небольшое дополнение к РБМК. Различным командам я там еще раз глянул. Есть много интересных команд. Такие как увеличение дальности действия нейтронного потока. В общем, можно полностью все перестроить. Делать их еще более реалистичными и всякое другое. Это будет уже последняя, заключительная подчастью четвертой серии. И в пятой части, как говорил, будут термоядерные реакторы. А на этом все. С вами был Атсиот. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok